денис приветствую тебя всем привет торговой сессии среды соответственно наше с тобой традиционное время когда мы обсуждаем рынке и подсказываем нашим подписчикам именно о возможностях которые можно использовать здесь и сейчас с учетом того что на рынке есть делаем акценты на технику на фундаментальный фон если есть хорошие новости особенно они обычно всегда есть потому что у нас с тобой такое время эфира что мы на как бы находимся в середине недели и прекрасно понимаем что все основные релизы обычно по штатам они едут как раз на конец недели на американскую торговую сессию среды четверг и кстати говоря это неделя не исключение мы с тобой сейчас кулуарно обсудили что впереди несколько важных отчетов которые могут повлиять на доллар завтра казать и по в п а пятницу индекс расходов базы расходов наличное потребление как правильно отметил один из важных компонентов повлияющих на инфляцию а соответственно и на действиях и дизиров по процентной ставке поэтому я предлагаю пенис учитывая что у нас столько отчета впереди может быть на текущем этапе даже не распыляться на большое количество активов фокусироваться на долларе поскольку он остается длиющей силы можем посмотреть противовес доллару движение европейского валютного актива как главного валютного риска и если прямо тебя есть тоже хорошая картинка взгляд там по уровням по золоту тоже будет круто прокомментировать остановимся на этих инструментах отлично сделаем супер ну давай тогда начнем с демонстрации экрана с меня так индекс доллара котировки 100.72 в прошлый раз когда мы с тобой обсуждали то что происходит с долларом принципе однозначно смотрели на ослабление этого инструмента поскольку тогда готовились к выступлению паула на симпозиуме джексон холли и прекрасно понимали что паула точно прокомментирует перспективы смягчения политики это так как в принципе произошло потому что паула впервые за долгое время признал то что уже достаточно прогресс ослабление инфляции то что инфляция дальше будет только лишь снижаться а вот рынок труда к сожалению пока подается больше уже негативных сигналов заставляющих федрезерв как раз что-то предпринимать чтобы помочь этому сектору ну конечно же все это была подводка к вот этому вероятному смягчение экономической политики снижение ставки которая всем известна которые каждым трейдерам ожидается в сентябре интрига только лишь том будет ли снижение на 50 байс на пунктов например но если мне не изменяет память мы с тобой также уже проговаривали что на 50 байс на пунктов ставку могут снизить если например мы получим на следующей неделе очень плохой отчет по нон-фарм появился ну вот от статистики по труда все будет зависеть до 100 то есть до психологической планки мы пока не достали текущие уровни все-таки повышают вероятность развития нисходящей динамики я думаю то что мы можем денис дотянуть до 100 вот кстати будет очень интересно твоя точка зрения без коррекционного отката хотя коллекция она точно назрела уже в принципе довольно таки давно и я честно говорю вообще не удивлюсь если она последует потому что коррекционное движение на таком нисходящем тренде она прям даже необходимо чтобы подтвердить здоровость и нормальность проявления нисходящего тренда но в конечном счете я все еще продавец файл с доллара и думаю то что лучше в данном случае работать по тренду и не выдумывайте искать каких-то причин для среднесрочного роста что касается европейской валюты 1152 сейчас на фоне локального восстановления доллара мы видим то что инициатива времени перешла к продавца главного валютного риска но думаю то что нам принципе уже нужно привыкать новой реальности и эта реальность такая что евро ну на мой взгляд с вероятностью где-то 80 90 процентов уже будет торговаться выше уровня 1 10 на как бы на в долгу то есть евро будет осваивать все новые новые локальные максимумы и я разделяю точку зрения аналитиках сити которые до конца года прогнозируют движение пары евро доллара выше уровня 1 15 но пока мы смотрим конечно же в более короткой перспективе я считаю что текущий коррекционный откат его как раз можно использовать для более выгодных покупок а откуда покупать вот где-то диапазон 1 11 но может быть чуть ниже этой планки если коррекция будет оттуда можно будет подбирать в пятницу данные по еврозоне как мы помним по инфляции и это будут уже августки августовские цифры они важны почему потому что нужно разобраться с тем что будет делать и cb в сентябре с ключевой процентной ставкой если снова будут доказательства видят люди вот этого фактического отчета о росте инфляции как в июле я думаю то что и cb не станет снижать последнюю ставку в сентябре это как раз может оказать дополнительную поддержку главному валютному риску ну и что касается золота сегодня на азиатской сессии снова были попытки но ведь исторический максимум чуть чуть не достали буквально несколько долларов по последовала коррекция в район 2 500 и сейчас вот снова золото быстро выкупают я думаю то что следующая попытка протестировать новый максимум будет уже успешно и в качестве основных факторов поддержки для золота как и раньше я выделяю долго прежний сантимент и сейчас еще и геополитика несмотря на все надежды которые присутствовали на рынке еще прошлого пятница о том что на ближнем востоке все таки удастся добиться прорыва в переговорах и в конечном счете заключить перемирие всех три газа мы понимаем то что сейчас опять же уже все это в прошлом потому что взаимные ракетные удары стали причиной или скажем так существенно снизили вероятность мирного регулирования заключения какого-то соглашения и так далее поэтому геополитика снова несла свою лепту и золото в этом плане снова интересна трейдерам как защитный инструмент целевой ориентир две пятьсот пятьдесят вполне возможно еще до заседания фидорезерва мы можем там оказаться или даже еще до выхода данных полном фармплеер следующую пятницу в общем оптимиста отношении всего рынка драгоценных металлов денис слова тебе хорошо подключаюсь так супер меня уже видно смотри в целом как бы я разделяю эту точку зрения единственно с некоторыми корректировками теперь уже значит на прошлых наши с тобой брифингах да не побоюсь этого слова мы прекрасно проанализировали ситуацию рынок отлично отработал те торговые идеи рекомендации которые мы вот сейчас здесь есть некоторые нюансы которые я бы все-таки хотел обратить внимание насчет по поводу евро мы на данный момент находимся в зоне достаточно сильного опционного сопротивления причем здесь сопротивление даже сделано не просто максимально простым языком сказать не просто рядовыми розничными трейдерами но это прежде всего именно институциональные рыночные участники потому что здесь и блочные конструкции также есть хеджевые часть вообще комбинации поэтому я думаю что евро очень близко к началу своей такой весьма значимой коррекции то есть если смотреть на так стратегическом плане то у нас получается цена сделала по пробой но это пока что неизвестно это истинный пробой будет или ложно потому что даже вот такой заход выше там грубо говоря на 60 пунктов особо ни о чем не говорит потому что это все в рамках смотрится дневного даже тайма ну вот и на данный момент есть вероятность того что у нас будет здесь как один крупный ложный пробой и потом цена свалится вниз я конечно в идеале то же самое еще понедельник говорил в идеале жду до бой выше вот сюда где-нибудь 1230 и отсюда хороший такой сброс вниз причем на достаточно существенную коррекцию кумулятива каждый раз при росте у нас отрицательная чем выше цена тем ниже был аккумулятива сейчас пока ну такое 50 на 50 вот но тоже все равно по-прежнему она отрицательна то есть очень часто это означает что рост цены вверх подогревается лимитными покупками вот но и также параллельно с этим происходит еще частичный набор продаж то есть если смотреть дальше по опционам у нас есть там и верху тоже заливки но не не прям такие уж существенные гораздо гораздо существеннее у нас все таки находятся либо прямо в районе текущих либо уже вот в области где-нибудь 1250 и выше там немножко 75 там крупный на дневном графике стратегически есть максимум вот он откуда взять то есть еще 17 июля прошлого года поэтому если смогут сюда достать ну тогда это прям железные продажи оттуда будут здесь самое главное это будет или не будет домой пока что но честно у меня 50 на 50 могут коррекцию буквально свалить из текущих могут через перехай то есть по кумулятиве конечно да хотелось бы это сделать через перехай потому что более выгодные тогда будут продажи и вот четко видно то есть при росте как она падает в один прекрасный момент она разворачивается сейчас был резкий разворот кумулятивы вверх о это было бы замечательно то есть очень часто это происходит перед кульминациями по поводу индекса доллара значит а мы пришли в ту область как раз на прошлом брифинге я тоже подсвечивал если округлить это район 100.30 100.40 значит диапазон весьма сильный значимый мы четко понимаем то есть у нас вот уровень один есть ближайший это тоже такой стратегический экстремум еще конца прошлого года то есть 28 декабря и есть там еще чуть дальше по истории вот я бы сказал больше как вспомогательный для создания буферной зоны но тем не менее все равно я бы его со счетов не списывал и как мы видим то реакцию первичную дали именно с этого диапазона поэтому область хорошая я думаю что хоть какую-то промежуточную реакцию здесь могут сделать да пробой вниз был бы идеален в плане захвата дополнительных лимитиков то есть ликвидности то есть вливание всегда происходит вливание дополнительной ликвидности когда цена тестирует определенные стильные диапазоны и поэтому если сюда будет захват ниже то я бы честно потом смотрел бы на вот такую достаточно существенную коррекцию да сейчас возможно это выглядит что мол это много зачем почему и так далее но как показывала цена то есть каждый раз когда формировалась коррекция подходили именно к подобным уровням то есть все зависит от масштаба вот раз вот здесь вот два и почему бы не сделать три тем более ничто не падает и не растет без коррекции мы это тоже прекрасно понимаем и в целом вот так вот эта вот история по индексу доллара она достаточно хорошо коррелирует естественно в обратную сторону с евро поэтому у меня вот одинаково без всяких поклонок одинаковая картинка приблизительно по ним получается вот и что касается золота значит по золоту мы прямо сейчас сидим в области поддержки вот это 2495-2503-4 то у меня больше здесь склонен до перехали то есть здесь я бы не стал проводить такую параллель с индексом доллара потому что все таки они пас последнее время тогда же я бы сказал последний год движутся не совсем в корреляционном плане то есть внизу да и заливки по хеджу есть весьма существенные вот но это по большей части сейчас недельные контракты были еще до этого месячные но их уже позакрывали а вот вверху вверху нам прям хорошие такие цели нарисовали поэтому я пока что их много поэтому я пока что там целюсь условно маржиналки в процессе буду уточнять то есть верхняя граница восходящего канала настолько четкие красивые каналчики здесь построены есть если будут добивать вот сюда будет замечательно потому что отменный сценария будет закрепление ниже уровня 2470 то есть если ниже этого уровня цена на четырехчасовом графике полноценно сможет закрепиться да тогда я уже такой сценарий роста отменяю скорее всего тогда уже будет достаточно глубокое падение сформирован паттерн перекрытия сегмента хотя не в чистом виде вот поэтому да здесь все-таки за продолжение роста но при этом и также рост по индексу доллара и падение по евро так немножко такого разношерстным у меня получился в этом плане анализ но опять-таки еще раз напомню что по евро могут легко сделать и через перехай тогда будет полностью совпадать с идеей по золоту ну и плюс как ты уже сам говорил с чем я тоже согласен по поводу что сейчас вот на ближнем востоке то есть обострение конфликта между ливаном и израилем всем прекрасно понимаем что ливану не тягаться разве что при поддержке ирана но тот пока что занял выжидательную позицию они тоже не совсем дураки сидят и вот поэтому да если опять на выходных они очень любят это делать вот субботы на воскресенье ну как мы уже знаем по статистике обстрелов поэтому могут на следующей неделе золото может получить дополнительную поддержку чисто вот на фундаментальном геополитическом факторе и да то есть тот анализ который сегодня сделали уже может вполне себе отработаться и не спасибо тебе за рекомендации за оценку общей рыночной ситуации давай тогда следите через неделю следующую среду все проговорим что изменится будет на руках еще несколько макроэкономических отчетов которые мы отметили в начале этого выпуска но и крайне интересно все таки сможет ли доллар без той же самой коллекции индекс доллара добраться до сотки прежде чем мы будем готовиться к нонфарма кстати уже в следующую пятницу вот это то что да кроме нонфарма все-таки у нас еще ввп по штатам то есть тоже в принципе весьма важный показатель да вот как раз в среду мы разберем как рынок сначала отреагирует на эту статистику ну и будем уже постепенно даже не к но готовится к сентябрьскому наседлению федеризерва отсюда от сильность пока что 71 процент что все таки на 0 25 процентов понизят но это пока это тоже согласен но настроение такая штука меняется и это наверное добавит только больше интереса потому что чем больше будет сомневающихся или тех кто ставит на более агрессивное смещение экономической политики тем наверно будут более интересные движения нам как раз вижу и не нужны мы охотимся прежде всего за ними денис огромное тебе спасибо за твой глубокий анализ хорошие рекомендации уровней тогда тебе классные отработки именно предстоящих отчетов хороших прибыльных сделок ну и конечно же аналогичных трейдов наших подписчиков спасибо тебе и тебе спасибо и желаю нам всем вместе чтобы тот анализ который сегодня сделали он тоже отработался не хуже чем предыдущие все до скорых всем прибыли пока пока